Доброго здоровья, дорогие братья и сестры! Сегодня наступило 1 декабря 2024 года, последний месяц года, и сегодня первое воскресенье Рождественского поста. Ну а я хочу познакомить вас с интересными событиями, передовыми событиями, описанными на портале newsmax.com. Итак, мы прочтем 4 основные новости, которые заглавлены так. Трамп угрожает 100% тарифам странам, которые угрожают подорвать доллар. Это будет первая новость. Вторая. Трамп назначил Кэша Паттеля на пост директора ФБР. Это будет новость номер 2. Третью новость. Я хотел бы озвучить такую. Журналисты BBC, которым было приказано носить палестинские цвета, подают в отставку из журналистского профсоюза. Ну а дальше посмотрим, может быть что-то еще прочитаем. Итак, начнем с первой. Трамп угрожает или предупреждает 100% тарифам странам БРИК. Избранный президент Дональд Трамп в субботу пригрозил введением 100% пошлинов против блока из 9 стран, если они предпримут действия, направленные на подрыв доллара США. Его угроза была направлена на страны так называемого альянса БРИК, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, Азербайджан и Малайзия подали заявки на членство, а еще несколько стран выразили заинтересованность в присоединении. Хотя доллар США является наиболее используемой валютой в мировом бизнесе и пережил прошлые вызовы к своему превосходству, члены альянса и другие развивающиеся страны заявляют, что им надоело доминирование Соединенных Штатов в мировой финансовой системе. Трамп в своем посте на сайте Трудсошел заявил, «Мы потребуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со стопроцентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательной экономике США». На саммите стран БРИКС в октябре президент России Владимир Путин обвинил США в превращении доллара в оружие и назвал это большой ошибкой. Цитата. «Это не мы отказываемся от доллара», — заявил тогда Путин. «Но если нам не дают работать, что мы должны сделать?» «Мы вынуждены искать альтернативы». Россия специально настаивала на создании новой платежной системы, которая стала бы альтернативой глобальной сети банковских сообщений SWIFT и позволила бы Москве обходить западные санкции и торговать с партнерами. Но от SWIFT Россию отключили, когда она начала захватническую войну в Украине. Трамп заявил, что нет никаких шансов, что БРИК заменит доллар США в мировой торговле. И любая страна, которая попытается это сделать, должна попрощаться с Америкой. Вот такая новость. Следующая новость, тоже очень актуальная. Избранный президент Дональд Трамп назначил Кэша Паттеля на пост директора ФБР, обратившись к ярому стороннику, чтобы свергнуть ведущее правоохранительное агентство Америки и избавить правительство от предполагаемых заговорщиков. Это последняя сенсационная новость, которую Трамп бросил вашингтонскому инстеблишменту и проверку того, насколько далеко зайдут республиканцы в Сенате в утверждении его кандидатур. Я с гордостью объявляю, что Кэш Яп, Кэш Паттель станет следующим директором Федерального бюро расследований, написал Трамп в субботу вечером на Трудсошел. Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за Америку прежде всего, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа. Выбор соответствует взгляду Трампа на то, что правоохранительные органы и разведывательные агентства правительства требуют радикальной трансформации и его заявленному желанию возмездия предполагаемым противникам. Это показывает, как Трамп все еще кипящий от злости из-за многих лет федеральных расследований, которые преследовали его первую администрацию и позже привели к его обвинению, движется к тому, чтобы занять место во главе близких союзников ФБР и Министерства юстиции. «Паттель сыграл ключевую роль в раскрытии мистификации «Россия, Россия, Россия», выступая за правду, ответственность и Конституцию», – написал Трамп в субботу вечером. Пока не ясно, сможет ли кандидатура Паттеля быть утверждена даже Сенатом, возглавляемым республиканцами, хотя Трамп также поднял вопрос о возможности использования назначений президентских во время перерывов работы Сената, чтобы продвинуть свои кандидатуры. Паттель заменит Кристофера Рея, назначенного Трампом в 2017 году, но быстро попавшего в немилость у президента и его союзников. Хотя срок полномочия этой должности составляет 10 лет, отстранение Рея не стало неожиданностью, учитывая давнюю публичную критику Трампа в его адрес и в адрес ФБР, в том числе после обыска его собственной собственности во Флориде на предмет секретных документов и двух расследований, завершившихся предъявлением ему обвинения. Но не только ему они обыскали личные вещи супруги Трампа, Мелании Трамп и сына ихнего, Байрона Трампа, и всем предъявили обвинение. Предыдущие предложения Паттеля, если они будут реализованы, приведут к радикальным изменениям в агентстве, которому поручено не только расследование нарушений федерального закона, но и защита страны от террористических атак, иностранного шпионажа и других угроз. Он призвал к значительному сокращению влияния ФБР, и эта точка зрения резко отличает его от предыдущих директоров, которые искали дополнительные ресурсы для бюро, и предложил закрыть штаб-квартиру бюро в Вашингтоне и открыть ее на следующий день как музей глубинного государства. Уничтожительное определение Трампа для федеральной бюрократии. И хотя в 2021 году Министерство юстиции прекратило практику тайного изъятия записей телефонных разговоров журналистов во время расследования утечек, Паттель заявил, что намерен активно преследовать правительственных чиновников, которые сливают информацию журналистам, и изменит закон, чтобы упростить подачу исков против журналистов. Во время интервью со Стивом Бенноном в декабре прошлого года Паттель сказал, что он и другие выйдут и найдут заговорщиков, не только в правительстве, но и в СМИ. «Мы придем за людьми в СМИ, которые лгали об американских гражданах, которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы». Сказал Паттель, имея в виду президентские выборы 2020 года, на которых Байден, демократический соперник, якобы победил Трампа. «Мы придем за вами, будь то в уголовном или гражданском порядке, мы разберемся с этим. Но да, мы ставим вас всех в известность». Сын индийских эмигрантов и бывший государственный защитник Паттель несколько лет проработал прокурором Министерства юстиции, прежде чем привлечь внимание администрации Трампа, став сотрудником постоянного комитета Палаты представителей по разведке. В субботу Трамп также объявил, что назначит шерифа Чада Хронистера, главного офицера правоохранительного органа округа Хиллсборо, штат Флорида, на должность администратора агентства по борьбе с наркотиками. В качестве администратора управления по борьбе с наркотиками Чад будет работать с нашими замечательными генеральным прокурором Пэм Бонди, чтобы обеспечить безопасность границы, остановить поток фентанила и других незаконных наркотиков через южную границу и спасти жизни американцев, написал Трамп в сообщении на Трудсошел, объявляя о своем выборе. Итак, следующая и последняя новость касается сотрудника Би-Би-Си. Журналисты Би-Би-Си, которым было приказано носить палестинские цвета, уходят из профсоюза. Несколько журналистов британской вещательной корпорации Би-Би-Си вышли из Национального союза журналистов НУДЖИ, после того, как Союз потребовал от своих членов одеваться по-другому в день действий за Палестину. Ювиш Ньюс сообщает, что НУДЖИ, это вот профсоюз вот этот вот журналистский, распространил директивы Конгресса профсоюзов, в которых его членам предписывалось носить что-то красное, зеленое, черное или палестинскую куфию, традиционный ближневосточный головной платок, ставший символом палестинского сопротивления Израиля. Журналистов Би-Би-Си также призвали делиться фотографиями своих нарядов в интернете, чтобы зримо продемонстрировать солидарность с палестинским делом. Этот шаг вызвал негативную реакцию среди некоторых журналистов этого профсоюза, которые либо ушли, либо теперь рассматривают возможность выхода из профсоюза. Журналистов Би-Би-Си, которые гордятся своей беспристрастностью и боролись за то, чтобы их профсоюз был свободен от политики, призывают теперь нарушать редакционные правила Би-Би-Си, поддерживая политические цели, заявил один из сотрудников Би-Би-Си. Независимая журналистка Шарлотта Генри заявила, что ушла из профсоюза, поскольку он стал враждебной средой для еврейских журналистов. Она добавила, что многие еврейские журналисты уже покинули этот профсоюз из-за его реакции на войну между Израилем и террористической группировкой «Хамас» после «Звер» с 7 октября 2023 года. Журналистский профсоюз отреагировал на негативную реакцию, заявив, что очевидно члены работающих в Би-Би-Си и в сфере общественного вещания имеют важные обязанности в отношении беспристрастности и работы в соответствии с правилами социальных сетей, которые этот профсоюз не хотел бы, чтобы нарушали члены. Ну то есть замаскировался. Управление заявило, что этот инцидент представляет собой продолжающуюся неспособность профсоюзов оказывать поддержку работникам, если они являются евреями, если выражают свою точку зрения, не согласную с пропалестинским движением. Еще прочту пару новостей также на канале Ньюс Макс. Новый премьер-министр Японии ищет откровенных дискуссий с Дональдом Трампом. Премьер-министр Японии Сугеру, Сигеру и Сиба в пятницу заявил, что рассчитывает на откровенные переговоры с избранным президентом Дональдом Трампом относительно соглашения о безопасности между его страной и США, которое он назвал краеугольным камнем Альянса. «Я проведу откровенные переговоры с новым президентом Трампом и поведу Альянс к новым высотам», — заявил Ишиба. Вступивший в должность 1 октября в своем политическом обращении к парламенту, сообщает Тайпэй Таймс. Он заявил, «Естественно, у США есть свои национальные интересы, у Японии есть свои национальные интересы. Вот почему я думаю, что откровенный обмен мнениями и укрепление национальных интересов обеих стран синергетически поможет реализовать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Япония встревожена напористым поведением Китая в территориальных спорах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вокруг Тайваня. Кроме того, расширение ядерной ракетной деятельности Северной Кореи усилило напряженность в регионе». Трамп встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время его первого срока. Ишиба упомянул соглашение о статусе сил между Японией и США, но не свое желание пересмотреть сделку. Япония хочет пересмотреть 64-летнее соглашение о безопасности, включив в него такие вопросы, как разрешение японским властям, таким как полиция, входить на базы и объекты США, сообщает Япон Таймс. США могут отказать во въезде, если пожелают в настоящее время. «Японо-американский альянс безопасности является основой дипломатии и безопасности Японии», сказал Ишиба. В то же время, однако, Соединенные Штаты получают большие стратегические выгоды от существования объектов и территорий, контролируемых американскими войсками в Японии. Он также не упомянул о своем желании создать региональный военный альянс, такой как НАТО, в котором есть положение, обязывающее каждого члена рассматривать нападение на союзника по альянсу, как нападение на любую другую страну альянса. Ишиба разговаривал с Трампом по телефону через два дня после выборов, сообщает НХК World Japan. Ишиба сказал Трампу, что уважает тот факт, что его кампания «Сделать Америку снова великой» получила поддержку большинства американцев. Трамп, у которого были теплые отношения с покойным премьер-министром Японии Сидзе Эаба, в его первый срок ответил, что с нетерпением ждет личного общения с Ишибой. «Мы рассматриваем возможность проведения встречи как можно скорее, в удобное для обеих сторон время». Как сообщается, заявил Ишиба в начале этого месяца в Перу, где он присутствовал на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ишиба хотел встретиться с Трампом после того, как он покинет Южную Америку, но команда Трампа подтвердила, что никаких встреч с иностранными лидерами не состоится до его инаугурации 20 января. Еще одна новость. Путин угрожает Украине ударом баллистической ракеты «Орешник». Президент Владимир Путин четверг пригрозил нанести удар по центрам принятия решений в Киеве с помощью новой российской гиперзвуковой ракеты. Это произошло через несколько часов после того, как Москва нанесла удар по энергосистеме Украины, в результате которого миллион человек остались без электроэнергии. По данным Киева, во время обстрела Россия выпустила более 90 ракет и около 100 беспилотников. А президент Украины Зеленский призвал своих союзников жестко отреагировать на то, что он назвал российским шантажом. Путин заявил, что новая бомбардировка стала ответом на украинские удары по его территории западными ракетами. «Почти трехлетняя война в последние дни резко обострилась. Обе стороны применяют новое оружие в попытке одержать верх до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в январе. Мы не исключаем применение «Орешника» по военным, военно-промышленным или центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, заявил Путин на пресс-конференции в столице Казахстана, Астане, имея в виду гиперзвуковую ракету». Правительственный квартал Киева, район столицы, где расположено множество правительных зданий, охраняется усиленными мерами безопасности. Однако за последнюю неделю опасения за него значительно выросли. На прошлой неделе Россия испытала в Украине свою новую баллистическую ракету «Орешник» и в четверг Путин похвастался, что одновременный запуск нескольких единиц такого оружия будет иметь силу эквивалентную ядерному удару или попаданию метеорита. Глава Кремля заявил, что ночной обстрел стал ответом на продолжающиеся атаки на нашу территорию американскими ракетами «Атакамс». Как я уже неоднократно говорил, с нашей стороны всегда будет ответ. Украина призывает НАТО направить приглашение ей на членство на следующей неделе. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег по НАТО на встречи в Брюсселе на следующей неделе направить Киеву приглашение присоединиться к Западному военному альянсу, говорится в тексте письма, с которым агентство Reuters ознакомилось в пятницу. Письмо отражает возобновление усилий Украины по получению приглашения в НАТО, что является частью «победного» плана, изложенного в прошлом месяце президентом Зеленским, с целью положить конец войне, спровоцированной вторжением России в 2022 году. Украина заявляет, что признает, что не сможет присоединиться к альянсу до окончания войны, однако направление приглашения сейчас покажет президенту России Путину, что он не смог достичь одной из своих главных целей – не допустить вступления Киева в НАТО. «Приглашение не следует рассматривать, как эскалацию», – написал Сибиха в письме. «Сибига. Наоборот, при ясном понимании неизбежности членства Украины в НАТО, Россия лишится одного из главных аргументов для продолжения этой неоправданной войны», – написал он. «Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину вступить в альянс, как один из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года». Дипломаты НАТО говорят, что на данном этапе среди членов альянса нет консенсуса относительно приглашения Украины. Любое такое решение потребовало бы согласия всех 32 членов НАТО. НАТО заявило, что Украина присоединится к альянсу и что она находится на необратимом пути к членству, но официального приглашения и срока пока не высылала. Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины, курирующая вопросы НАТО, заявила, что Киев понимает, что консенсус относительно приглашения вступления в НАТО еще не достигнут, но письмо было призвано послать мощный политический сигнал. «Мы дали понять союзникам, что приглашение не исключено, несмотря на различные манипуляции и спекуляции по этому поводу», заявила она агентству Reuters. В своем письме Сибиха утверждал, что приглашение станет правильным ответом на постоянную эскалацию России, развязанной ею войны, последним проявлением которой является участие десятков тысяч северокорейских солдат и использование Украины в качестве полигона для испытаний нового оружия. Однако в последние дни дипломаты заявили, что не видят никаких изменений в позиции стран НАТО, особенно в ожидании политики США, доминирующей державой альянса в отношении Украины при новой администрации избранного президента Дональда Трампа. Госдепартамент. Приостановка стратегического партнерства с Грузией. Госдепартамент США заявил в субботу, что приостановил стратегическое партнерство с Грузией после принятия решения партии «Грузинская мечта» приостановить вступление в Европейский Союз. «Мы осуждаем чрезмерное применение силы против грузин, справедливо протестующих против предательства их Конституции. ЕС – это оплот против Кремля», написал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в Икс. «Поэтому мы приостановили наше стратегическое партнерство с Грузией». Ну вот на этом мы остановимся в обозрении последних новостей от Ньюс Макс. А в следующем стриме я вас познакомлю с аналогичными передовыми статьями, опубликованными на Фокс Ньюс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...